Да, конечно, да. Что этим в какой-то мере гордятся. И многие, я сегодня утром говорил по телефону с человеком, знакомым с другого города, он также равным образом говорит, если это вор в законе, я хочу эту программу послушать. У меня есть большое уважение к этим людям. Меня сразу как-то от непонимания уши вянут. В смысле, как? Что здесь есть особенно в таких людях? Объясните, пожалуйста. Прежде всего, прежде всего, это справедливость. Правда, благородство и милосердие к ближнему. Вот именно, я дальше не продолжаю, вот даже хватит достаточно этого. Именно это, эти качества обладают именно истинные воры в законе. А вы знаете, в миру дефицит правды и справедливости. Вот в миру именно. И сейчас, смотря на мир, это дефицит. Потому что ее фактически нету правды и справедливости. Как же понять, Гоги, значит, в миру дефицит, а получается, за решеткой там есть справедливость? Вы знаете, за решеткой, за решеткой там, именно конкретно, там, когда говорится, что этого нельзя делать, значит, это не делается. А на свободе, на свободе, почему вот в основном воры всегда сидят, да, и почему я столько сидел? Потому что мы никогда не были угодны властям. Вы это смело говорите? Конечно, конечно, потому что мы всегда были против, против того, что они творят. И по большей части люди, вот на свободе, я сейчас за свободу говорю, просто простые люди, простой народ, они всегда приходили за правдой и справедливости к нам. Не в милицию? Да, не в милицию, потому что, ну что можно найти в милиции, что ничего, там фактически правду и справедливость ты не найдешь, и понимания ты не найдешь, и они находили именно у нас, это я говорю, и это именно так. Естественно, с нами просто боролись во времена коммунистов, да, когда 70-е, 80-е годы специальные отделы были, институты, которые боролись против нас, разрабатывали такие, я не знаю... Методы. Да, методы такие, что просто уму непостижимо, уму непостижимо, что они там целыми институтами думали, как бороться с нами, как уничтожить. Соликамская, к примеру, Соликамская вот область, вы знаете, Белая Лебедь там была, это специально, специальное место, на то время Москва дала добро, и специальное место было, и туда свозили только специальный контингент, специальный, то есть воров и кто живет воровской жизнью, придерживается воровской жизни, то есть порядочные люди, в переводе это порядочные люди, у которых есть честь, совесть, благородство, понимание, которые не хотели, не соглашались стелиться как подстилкой перед властью или перед кем-то. И их свозили туда именно на уничтожение. Если там на камере повесили табличку «дрова», именно дрова, то это считалось, что это голодная смерть, туда никто не подходил. Это происходило до 90-х годов в наше время. Вы представьте, что это такое. За что? За правду. Совершенно верно. Именно за то, что всегда мы были против насилия. Против насилия. Вот только из-за этого всегда были гонения и так далее и тому подобное. Ну, это, насколько я понимаю, очень созвучно даже с людьми, которые сидели по политической статье, скажем, или даже верующие люди, которые также сидели, можно назвать это за идею, можно сказать просто за веру. Пересекались ли вы с такими людьми и каким было ваше отношение? С верующими, да. Скажем, с верующими. Да, 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 конечно. Где-то около пяти-шести человек, вот в мою бытность я встречался с верующими. И вы знаете, когда я первый раз встретился с верующим человеком, вы знаете, они обычно как думают, ну тюрьма там все, ну ужас там и так далее. То есть там обычный человек, который не знает, всегда думает о все, да, беспредел конкретный. Да вы что, когда верующего я первый раз встретил, и именно такие люди, вот как вот относились к жизни, вот как мы сейчас говорим, за истинных людей, да. Вы что, это просто этим людям сразу создавали, лично я создавал сразу условия, все самое лучшее, не дай бог кто-то обидит или оскорбит или что-нибудь. И знаете почему? Потому что они ближе были по вере, потому что они сидели за веру, и мы тоже фактически жили этим. И тоже можно сказать и сидели за веру, потому что лично в моей жизни и в жизни истинных вот воров, Бог всегда был на первом месте. Бог, да. Вы знаете, мы когда писали обращения, там, например, в тюрьмах, лагерях, мы всегда писали обращения, чтобы не было насилия, и всегда писали так, кому не чуждо святое, и так далее, чтобы смотрите, там, кто есть нормальные, порядочные люди, кто придерживается, то есть нормальный, порядочный образ жизни, чтобы не обижали мужиков, чтобы не обыгрывали карты, там, молодых, чтобы не оскорбляли друг друга, понимаете, чтобы не было беспредела, чтобы никто не поднимал руки на кого-то, не дай Бог. То есть это были правила? Да, это были, это именно да, это именно говорилось, это именно было правило, чтобы все понимали, что этого нельзя делать. Именно такие вещи писалось, понимаете, в обращении к массе в тюрьмах, в лагерях, и всегда в конце подписывали с Богом. Какие моменты вынуждали наказывать человека? Кто считался человеком, который нарушил понятия? Лично я никогда не наказывал. Это же невозможно. Вы знаете, наказать, наказать человека, да, допустим, взять его, наказать, это любой сможет, к примеру. Это самое простое, взять просто, сказать, ты не прав, и дать ему подзатыльник, к примеру, да. Это самое простое. Но здесь другое, другое то, что надо человеку прежде объяснить, объяснить, чтобы он больше не повторял этого, чтобы он больше не ошибался. И всегда человеку давался шанс именно на спасение, чтобы он не был отвергнутый от общества, где он находится. То есть всегда объяснялось, подсказывалось ему, что вот так нельзя себя вести, надо себя так вести и так далее и тому подобное. Именно так. Скажем, в крайних случаях, когда человек не принимал ваше вразумление, каким было его наказание? И физически не наказывали. Просто когда видели, что, ну все, с этим человеком, ну бесполезно разговаривать, его просто как бы уже своего общества изгоняли. Что это? Что за этим стоит? А за этим стоит, вы знаете, это очень страшно. Это очень страшно для человека, потому что быть отвергнутым от общества, это значит остаться одному. Просто-напросто одному, без ближнего. А согласитесь, что человеку быть одному, остаться одному, это очень... Я думаю, что вы как никто это понимаете, что значит быть человеку одному. Да. У вас такая жизнь, но все-таки мне бы хотелось глубже понять. Вот мы вчера немножко с вами общались, и вы говорили, что дольше всего вам пришлось провести в камере одиночки. Какой срок, чтобы я не ошибся? Полтора года. Полтора года вы провели в камере одиночки? Да, полтора года. Ну, здесь, Саша, здесь немного разница в том, что то, что я сейчас говорю, что отвергнутым от общества, это то есть остаться без друзей, без... Саша, здесь много разница в доме. Саша, здесь много разница в доме.